Всем привет! В этом видео я расскажу что делать, если при подключении внешнего жесткого диска или USB флешки к компьютеру они не отображаются в проводнике, но при этом видны другие устройства, такие как принтер, сканер, мышь и так далее. А также как включить и настроить USB порты компьютера, если они отключены или не работают. В первом случае на компьютере с установленной операционной системой все нормально работает, не наблюдается никаких проблем, но при подключении любого внешнего накопителя, флешки, диска или карты памяти она не отображает сопроводники. В то же время компьютер видит подключенный к нему принтер, клавиатуру и мышь. Первым делом стоило бы проверить USB порты на работоспособность, но если работают другие устройства подключенные через USB, то в этом нет смысла, тут скорее всего дело именно в системной части, была отключена служба или изменены параметры. Второй случай при подключении любого USB устройства оно не работает. Здесь скорее всего проблема с USB портами, они отключены, поврежден драйвер и так далее. Далее в видео будет представлено решение для каждого из этих случаев. Итак, сначала давайте разберем случай с неработающими USB портами. И первое что нужно сделать это проверить USB порт на предмет физического повреждения. Просто подключите устройство к порту и посмотрите не болтается ли оно там. Если он поврежден воспользуйтесь другим. И прежде чем предпринимать какие-то действия попробуйте просто перезагрузить компьютер. Если этот способ не сработал можно приступать к дальнейшим действиям. Откройте диспетчер устройств. Правой кнопкой мыши по меню пуск диспетчер устройств. В диспетчере ищем раздел контроллер и USB. В этом разделе нужно найти USB хост контроллер. Если его здесь нет, возможно именно в этом заключается и проблема. Здесь кликните по значку обновить конфигурации оборудования. После чего компьютер проверить все подключенные оборудования и обновить его. После чего хост контроллер может появиться. Если ничего не изменилось попробуйте сделать следующее. Удалите все контроллеры. Обратите внимание, что если вы работаете на персональном компьютере, а ваша клавиатура и мышь подключены к его USB портам, то после удаления контроллеров они перестанут работать. Но не волнуйтесь, после перезагрузки все снова заработает. Жмем правой кнопкой мыши по контроллеру удалить устройство. После удаления перезагружаем систему. Если мышь и клавиатура не работает, перезагрузку можно осуществить с помощью кнопки на системном блоке. Отключение параметра временного отключения USB порта. Параметр временного отключения USB порта – это параметр энергосбережения в операционной системе Windows, который приостанавливает питание, подаваемое на USB устройство, чтобы увеличить время автономной работы компьютера. Чтобы отключить его, откройте параметры, система, питание, спящий режим, сопутствующие параметры. В открывшемся окне переходим к настройке схемы электропитания и в следующем окне изменить дополнительные параметры питания. Здесь ищем параметры USB, параметры временного отключения USB порта и присваиваем запрещено для этих двух значений. Применить – ОК. Теперь система не будет отключать USB порты. Еще отключение этого параметра можно осуществить с помощью реестра. Жмем сочетание клавиш Windows Plus R и пишем RecEdit. Переходим по следующему пути. Если у вас нет папки USB создайте ее. Правой кнопкой по папке сервис. Создать новый раздел. USB. В разделе USB создайте параметр DVO32 с такими именем. И присвойте ему значение 1. ОК. Теперь параметр временного отключения USB порта на вашем компьютере отключен. Чтобы внесенные вам изменения вступили в силу, вам потребуется перезагрузить ваш компьютер. Если порт все еще не работает, то вполне возможно, что проблема связана именно с оборудованием. USB порты довольно хрупкие, а USB флеш-накопители могут выступать в качестве рычагов давления на них, разрушая электрические разъемы внутри портов. Это наблюдается довольно часто в ноутбуках, когда пользователь убирает ноутбук в сумку и забывает вынимать USB накопитель. Обычно такая неисправность может быть исправлена. Вероятно, вам придется обратиться к специалисту по ремонту компьютеров, чтобы исправить неполадку. Если же USB порты исправны, но при подключении USB накопителя он не отображается в проводнике, возможно проблема в службах или неправильной настройке системы. Чтобы это проверить, откройте управление дисками, правой кнопкой мыши по меню пуск, управление дисками. Здесь обратите внимание виден ли там диск, есть ли USB порт и накопитель в порядке, он будет в списке доступных дисков. Вам нужно просто щелкнуть по его названию правой кнопкой мыши и установить ему букву диска вручную, после чего в моем компьютере должен появиться наш накопитель. Проблема с отсутствием автоустановки буквы диска часто связана с неработающей службой виртуальный диск. В таком случае нужно проверить работу службы. Пишем в поиске службы и ищем ее в списке. Жмем по ней правой кнопкой мыши свойства. Устанавливаем тип запуска автоматически и запускаем ее. После перезагружаем компьютер и проверяем работу накопитель. Если это не помогло, возможно у вас каким-то образом была выключена функция автомонтирования. По умолчанию эта функция включена, однако в ряде случаев она может быть отключена, к примеру это могут сделать антивирусные программы в целях безопасности программы для работы с образами и такое прочее. Проверить ее состояние можно с помощью командной строки. Запускаем ее от имени администратора и вводим команду diskpart enter. Затем вводим команду automount. В результате выполнения команды вы видите включена ли данная функция. Если подключение томов отключено введите команду automount enable и нажмите enter, после чего появится сообщение автоподключение новых томов включено. Перезагрузите компьютер и попробуйте подключить к USB внешний диск или флешку. В результате она должна отобразиться в проводнике. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.